Быть или не быть Великобритании в составе Евросоюза до референдума, на котором жителям Соединенного Королевства предстоит дать ответ на этот вопрос, осталось меньше месяца. Пока же сторонники и противники членства страны ВИЭС готовы использовать все имеющиеся аргументы и рычаги, чтобы склонить общественное мнение в свою сторону. Дмитрий Сошин расскажет подробнее. Слово «Брекзит» звучит на улице. В пабах доносится стиль экранов. Оно означает выход Британии. Лицом Брекзита, союза зачастую непримиримых политических сил, стал бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Агитирует он под лозунгом «Возьмем власть в свои руки». Для чего мы каждый год отдаем 10 миллиардов фунтов в Брюссель? Часть этих денег тратят на поддержание кориды в Испании. Неужели наш налогоплательщик должен содержать испанскую кориду? Конечно нет. В 80-х Джонсон работал корреспондентом Daily Telegraph в Брюсселе. Его статьями зачитывались многие, в том числе и тогдашний премьер-министр Маргарет Тэтчер. Джонсон высмеивал неспособность еврочиновников понять британскую островную самобытность. Их желание контролировать все до мелочей. Политагитатор Джонсон, по сути, говорит о том же. Наша спаржа сочнее европейской. Во время выступлений Джонсон часто держит в руке пучок спаржи или корнвельский пирожок с мясом. Выращивать спаржу и печь пирожки – традиционное английское лакомство, оказывается, надо тоже по стандартам Евросоюза. Вывод – пора избавляться от навязчивой опеки. Не торопитесь. Если вы намерены принять столь серьезное решение, хорошенько подумайте о последствиях. Дэвид Кэмерон убеждает – Британия должна остаться в единой Европе. Ведь он, в чем, впрочем, многие сомневаются, договорился с Брюсселем о более выгодных условиях членства в ЕС. Премьер-министр запугивает избирателя. Выход из Евросоюза грозит спадом в экономике и ослаблением фунта. Поначалу будет трудно, соглашаются сторонники Брекзита, но позже страна оценит плюсы свободного плавания. Британия столетиями держалась в стороне. Для этой нации важно не связывать себя разного рода союзами и обязательствами. Но в 1973-м, присоединившись к общему европейскому рынку, британцы неожиданно для себя нарушили эту традицию. И вот теперь, через 40 с лишним лет, настало время решать, а хотят ли они и дальше жить в большой европейской семье. Убежденный евроскептик, писатель Фредерик Форсайт напоминает – брачный контракт переписали без ведома одного из супругов. Нам поначалу говорили – это просто торговый союз. Торговля? Прекрасно. Мы торговая нация. Продаем, покупаем, путешествуем. Но торговый союз превратился в политический, и британцев об этом никто не спрашивал. Аргументов за и против так много, что агитация превратилась в навязчивую и зачастую бессмысленную песню. Пародийный ролик одной из британских телекомпаний стал интернет-хитом. Ну а социологи всерьез пытаются понять, что же по-настоящему волнует избирателя. Людям трудно разобраться. Многие в конце концов доверятся интуиции. Но большинство опросов показывает основная причина, по которой люди готовы голосовать за выход из ЕС – проблемы с иммиграцией. Лидер британской партии независимости Найджел Фарадж строит агитацию на том, что под давлением Брюсселя власти открыли границы и остров заполонили мигранты. Не удивительно, что в городке Дадли о его заводах и спортивной истории напоминают лишь памятники. Фараджа принимают на ура. Нам будет безопаснее в Европе? Серьезно? Скажи это девушкам из Кёльна, которые пострадали на Новый год. Посмотри, что творится в Швеции, Германии, а эти теракты во Франции. Один из самых популярных магазинов в Дадли принадлежит молодым полякам – Ирине и Томасу. Они уверены, их английские клиенты вряд ли откажутся от выгод жизни в Евросоюзе. Пока мы ввозим товары беспошлин. Это и нам выгодно, и покупатели довольны. А если они выйдут из Евросоюза, что ж, продукты резко подорожают. Любопытно, что когда агитавтобус Фараджа скрылся за поворотом, политические настроения резко поменялись. У нас в поликлинике большинство врачей из стран Евросоюза, из Восточной Европы. Если мы проголосуем за выход, некому будет работать. По последним опросам, сторонников евроинтеграции больше на 13%, 55% против 42%. Но проевропейский молодой избиратель не столь активен, как старшее поколение, склонное голосовать за выход. Месяц активной агитации может многое изменить. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Павел Матвеев. Первый канал. Лондон. Дмитрий Сошин, Павел Матвеев. Первый канал. Лондон. 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 Лондон.